Здравствуйте, мои дорогие друзья! Мне очень нравится вот этот мой цветочный уголок, но кое-чего здесь не хватает. Он расположен рядом с восточным окном. Утром солнце всходит, если хорошая погода, и здесь света вполне достаточно. Но вот сегодня день очень пасмурный. И сегодня, с учетом того, что свет в комнате включен, здесь довольно-таки мрачно. Во-первых, я бы очень хотела, чтобы цветов здесь помещалось больше. И располагать их, кроме как вверх, больше некуда. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы здесь появился второй ярус, а самое главное, чтобы здесь появилась полноценная подсветка. А теперь я думаю, из чего бы из недорогих подручных материалов, которые просто вот остались после ремонта, можно было это все сделать. Все, что я сделала, это я взяла вот этот лист ОСБ, который остался, и мне он по размеру почти подошел. Вот как он хорошо вписался. Он почти такого же размера, как тумбочка, немножко больше. Это не страшно. Это даже хорошо. Потому что я сверху все равно буду здесь клеенку какую-то придумывать. И на вот эту тумбочку, какая бы она ни была старая, вода не будет бежать. Теперь я взяла вот эту вот штучку для того, чтобы замерить, вот, для того, чтобы замерить, какой же высоты нужна мне эта полочка. И вот я там отметила вот такую отметочку, вот фломастером. Теперь я отхожу и смотрю, это будет хороший вообще размер верхнего яруса. Так, как бы мне это увидеть? Его не так уж и видно, эту отметину. Она совсем не яркая. Ну так, вроде бы, впритык это минимум. Вот. Можно было бы и повыше. Вот я хочу придумать, из чего здесь сделать верхний ярус. Чтобы решить, из чего, нужно понять, какие требования я к этому верхнему ярусу предъявляю. Он должен быть максимально прозрачным. Его нужно как-то прикрепить. И в качестве вот такой вот штуки, которая этим требованиям соответствует, я нашла кое-что. Вот сейчас покажу, что я нашла. Вот. У нас очень много всякого добра, такого обрезков, остатков. После ремонта остается. Но меня привлек вот этот очень странный ящик. Ну вот, такая полочка для подвала из ящика. Вот. Она стоит вверх ногами сейчас. И мне кажется, что ящик – это очень подходящая штучка для такой полочки, если его покрасить. Вот черный, он может быть смотрится очень странно, а вот если его покрасить, он будет довольно-таки хороший. Он, во-первых, прозрачный. То есть он вот такие сеточки-сеточки. Вот. Во-вторых, он довольно-таки легкий. В-третьих, он уже на вот таких вот деревянных штучках, я не знаю, как их назвать, которые можно прибить к вот этому ОСБ, которое я там пристроила. Поэтому вот такую очень простую конструкцию я попробую уговорить мужа, чтобы он мне там прикрепил. Забивать гвозди я не умею. Я могу только придумать вот и как бы предложить очень какую-то странную штуку сделать. Вот это я могу. Вот. Если он согласится, если не окажется, что это все технически очень неправильно, то, что я придумала. Ну, посмотрю, как будет. Тут еще очень много всякого добра. Например, вот такая вот синенькая труба. Вот такие, например, обрезки линолеума. Ну, плитка там кое-какая. Но самое главное, здесь есть вот такая деревяшечка от старой полки. Вот из нее, мне кажется, было бы хорошо сделать подсветку. Вот. Оно такое все интересное, что я даже думаю, как бы его рассортировать. Но пока я еще далека от того, чтобы этим заняться. К сожалению, я совершенно не умею внимательно следить, снимает камера или нет. Вот поэтому я буквально в трех словах повторюсь. То, что я сейчас рассказывала и, по-видимому, не нажала на кнопку. Растения, которые могут вот так вдалеке от окна существовать, они должны очень небольшие требования по свету предъявлять. И я надеюсь, это будет вот этот сингониум конфетти, вот этот сингониум мутлет, архидейки, стриптокарпусы, стриптокарпусы, аглоанема, силвер, бэй, вот еще вот такой фаленопсисик, я надеюсь, он будет очень таким нетребовательным к свету. Насчет афиландры я сомневаюсь. Вот этот стриптокарпусик явно может быть, потому что здесь были два цветущих цветка, и он здесь стоял, вот он выпустил целых три цветочных стрелки, по два штучки, вот только что. И они вот такие шикарные. Вот этот сингониум, вот эта камбрия, то есть я надеюсь, они смогут здесь расти, особенно после того, как появится подсветка. Которую я собираюсь сделать тоже из старой полки. Вот у меня планы есть, остается их осуществить. Поэтому я желаю всем, чтобы были интересные планы, чтобы мечты сбывались, и чтобы хватало на это сил и здоровья. И так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!